Мархаев на помощь. СМИ Бурятия опубликовали открытое письмо сенатору от Рыкутской области от работников Республиканской больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова. Медики просят депутата Госдумы принять срочные меры. По их словам, за кулисами больничной палаты творится полный хаос. Несоблюдение графика отпусков, задержка оплаты за сверхурочную работу, острейший кадровый дефицит. Невыносимые условия работы вынудили медиков рассказать о проблемах родной больницы и попросить о помощи. Ввиду невыносимых условий труда, опасения за жизнь и здоровье пациентов, ввиду отсутствия расходного материала, необходимых медицинских изделий. На сегодняшний день заявление на увольнение написали пять врачей-нейрохирургов, исполняющие обязанности заведующего отделением и четыре врача-совместителя. В итоге остался один врач из прежнего состава, которому просто некуда деваться. Ипотека, молодая жена и грудной ребенок. Всем остальным тоже некуда идти, но сил терпеть уже нет. Однако в письме рассказывается о нарушениях не только Трудового кодекса, но и более серьезных преступлениях. Под угрозой увольнения и лишений премии главный врач заставлял использовать расходный материал – титановые пластины для пластики дефекта черепа, не по показаниям. Нам приходилось делать эти операции больным с небольшими дефектами и не имеющими границ с основанием черепа, то есть не относящимся к категории высокотехнологичных операций. Оказываем помощь детям, не имея обучения на курсах повышения квалификации по неонатальной детской нейрохирургии, потому что Минздрав Республики просто вменил нам это в обязанности, тем самым переложив ответственность на врачей. Под письмом подписались 24 человека. Как нам пояснили в БСМП, в данный момент они не работают в больнице. Вот эти все сотрудники, которые подписались, это большие сотрудники. Даже не знаю, вот честно, я сам тут работаю месяц всего лишь. Поэтому я вообще не... Я пришел, у них уже не было. Всех сотрудников, которые написали открытое письмо. Комментарий главного врача нам получить не удалось. Он сейчас в отпуске. В Министерстве здравоохранения Республики сообщили, к ним жалобы от сотрудников больницы скорой помощи не поступали. О письме они также узнали из СМИ. Мы с текстом данного письма мы ознакомились. По фактам, изложенным данным обращением, нами будет проведено подробнейшее служебное расследование, по результатам которых будет вынесено уже правовое решение. Результаты проверки станут известны через месяц. Также авторы письма направили его для проверки фактов в Генеральную прокуратуру, Министерство здравоохранения России, Росздравнадзор, Общероссийский народный фронт и Фонд обязательного медицинского страхования.